Добрый день, Николай. Добрый день. Что, Игнатий Тихонович? Что? Игнатий Тихонович Лапкин тут еще. Он у нас главный по молитве к Богу. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Да, я очень рада с вами познакомиться сейчас с вами. И рада, что вы заинтересовались мною. Я просто зашла к вам в группу для того, чтобы попросить вас о молитве. Просто для того, чтобы попросить вас о молитве о моем детстве. Господи, я сейчас я не могу. Добрый день. Вы хотите знать эту историю, что со мной это или что? Дело в том, что у меня уже 4 года соседы, это моя организация. Они радуют меня. И я уже 4 года так не могу быть со своими детками, потому что я постоянно прячусь от них. Бывает время, что я выхожу, немного поработаю, и потом они опять меня находят. Это так, что он не угрожает, и я опять спрячусь. Дело в том, что... Вы хотите знать, кто меня присоедет? Я не знаю имен, я не знаю адресов, я не знаю номеров телефонов. Я знаю, что их много. И я никак не могу о них сообщить полиции, чтобы полиция что-то с ними сделала. И в последнее время они уже случили свои угрозы. И я так чувствую, что я уже больше из больницы выходить не буду. Если я выйду, они сразу меня поймают и будут активно пытаться. И до смерти уже не отпустят. Почему? Дело в том, что я блогер. Я борюсь за права человека. Я борюсь за права детей и женщин. И я призываю, чтобы людей не наказывали за то, что они делают плохо женщинам или детям. Они... Я понимаю, что я грешный человек. Возможно, я где-то сделаю что-то плохое. Но я могу пойти в церковь и покаяться в своих грехах. Я раньше призывала к насилию, и я каюсь в этом грехе. Я знаю, я пойду в церковь и исповедую. То есть, эта организация, они не дают мне говорить мужчинам, что мужчины должны защищать женщин и детей. Они говорят, что мужчины совершенно свободные люди. Не нужно им не развивать защиту женщин и детей. И они готовы просто убивать за это. За то, что я призываю защищать женщин и детей. Ну, вот так как-то. А блогеры вы, это где вы, блогер? Где вы пишете или видео снимаете? Из-за того, что мне постоянно угрожают, я постоянно все удаляю. Я, когда я работаю, у меня появляются мысли. Я начинаю писать стихи, я начинаю писать какие-то лозунки. Но они приходят, они начинают мне сильно угрожать. Я удаляю то, что я писала и прячусь. И сейчас у меня один телеграм-канал, потому что в фейсбуке я писала. Теперь они говорят, что они будут меня пытать все равно. Независимо от того, удалю ли я свой блог, не удалю ли я свой блог, что они просто придут меня пытать. А просто от того, буду ли я сейчас здесь в больнице писать свой блог в фейсбуке или в телеграме, от этого зависит только жестокость своих пыток. Они говорят, что пытки будут настолько жестокими, что их не может сделать обычный человек, что они будут сами, извините, пожалуйста, вбевать от того, когда будут питать меня, от того, что со мной будут делать. Из-за того, что такие будут ужасные жестокие пуски. А сейчас я вам избросил телеграм-канал, вы посмотрите, что я там пишу. И стоит ли за это пытать? Хорошо. Так, а у вас четверо детей, я так понял. У меня четверо детей, но они живут уже 4 года, уже 3 года отдельно, потому что я постоянно должна прятаться. Я постоянно теряю работу. И я была на одной работе, очень хорошо оплачиваемой. Потом мне нужно было прятаться. Я была на двух работах, я работала, деньги отдавала детям. Мне потом опять не нужно было прятаться, я потеряла эту работу. В последнее время я работала уборщицей в школе, где учатся мои детки ради того, чтобы быть детками. Мои родители умерли, поэтому они не могут помогать мне. Деток воспитывает моя бывшая свеклот, дай бог ей здоровья. Я все свои деньги, все свои на фокусы не отдавала им. У меня совершенно ничего нет. У меня нет. У вас муж есть? Мы родились 4 года назад. Я начала попадать в больницу, мы уже не жили вместе. А после больницы мы отдавились друг от друга, и мы развелись. А смысл в больнице-то вам находиться? У вас диагноз какой-то или что? Нет, нет. Когда я прячусь, я не могу... Я собрала, я сказала, что у меня голоса в голове для того, чтобы меня спрятали в больнице закрытого типа, чтобы сюда никто не мог пойти, чтобы меня не смогли вытащить отсюда. И здесь можно жить кое-какое некоторое время. И поэтому у меня... Все думают, что у меня шестерния. Но на самом деле у меня нет шестерния, я 4 года прячусь. Я собрала для того, чтобы сохранить свою... Так, я еще пару вопросов задам вам, потом Игнат Тихонович с вами поговорит. Значит, вы в курсе, что современные технологии, они позволяют с разных мест выходить, и как будто разные люди, и писать, и так далее? И все это отслеживается, и у правоохранительных органов есть доступ к этому. Если вам кто-то где-то написал, и вы написали заявление в соответствующее место, то у них есть все возможности отследить, кто это написал, откуда, и человека этого вызвать на допрос и так далее. Вы знаете об этом? Я не знала об этом, но дело в том, что у этих людей еще современные технологии. У них такие технологии, которых ни у кого нет. Они умеют посылать сны, притворяясь Богом. Они умеют посылать мысли. Они умеют действовать на тело с расстояния. Они умеют резать тело на расстоянии. Это еще, поймите, вы не сумасшедшие. Я не в полном случае не сумасшедшие. У этих людей еще совершение технологии. Четыре с половиной года назад они пришли к моим соседям, эти люди. И месяц были со мной, они спрашивали мои мысли и общались со мной мыслями. Они кричали мне через заборы, они ходили возле моего дома, они угрожали нам с ними детьми, потому что я была одна из детьми. Я думала, что мои соседи хорошие люди, и что они приютели хороших людей, которые просто шутят надо мной. Я очень удивилась, что у них такие высокие технологии. Такие технологии вообще могут существовать. Помните, в Библии говорилось, что последний день будет после того, как по всей планете люди будут общаться мыслями. Так вот, вот эти люди уже могут общаться мыслями, и у них есть фигуры, которые могут резать тело на расстоянии. Они очень влиятельные, они управляют духами, они даже один раз показали мусей, которая выращивала растения. Это сверхъестественными знаниями они владеют. И они называют себя богами. А почему мы поссорились в интернете с ними? Я с ними поссорилась в интернете из-за того, что одна из них призывала резать мусульман нехрещенных собак. И я видела, что они называют себя богами. Можно мусульман не любить, можно мусульман перекрещивать. Но там есть дети, там есть женщины, там есть хорошие люди, которые никому ничего плохого не сделали. Я оскорбила эту женщину, чтобы ее улыбить, чтобы за ними никто не пошел. И в тот же день, и на следующий же день они написали мне стих, в котором мы поменяли моего папу, мою маму. Ту ночь после оскорбления ко мне пришел какой-то демон, который меня не усиловал. Я это чувствовала. Это был не только сон, я это чувствовала. И это у меня простые люди, понимаете? Я столкнулась не с простыми людьми. Да просто это бесовщина какая-то, да и все. Ирина Тихонович, вы что-то можете сказать здесь? Нет. У вас, Ирина, кроме просьбы о молитве есть какие-то вопросы? Просто помолитесь за моими детей. Понятно. Вы не против записи и выставления в интернете? Нет, конечно, выставляйте. Все понятно. А вы православной верой, да, считаете себя? Да, я православный. А священник к вам приходит там какой-то или как? Сюда, в больницу, священник не приходит. И здесь в больнице закрытого типа, так что я не могу выйти в любое время. Я не могу пойти на службу. Я могу послушать службу по Ютубу. И могу попросить кого-нибудь, кто ходит в себя, поставить свечечки за моих деток, сделать молитву за моих деток. Потому что они за этот период в 4 года угрожали еще и моих деток. Это психоневрологический диспансер или где вы находитесь сейчас? Да. Это психоневрологический диспансер? Это психиатрическая больница. А город какой? Острог. Острог. Вообще, бывает, что священники тоже приходят туда. А как вам теперь выйти оттуда? Это мне нужно договариваться с моим лечащим врачом. Но мне выходить некуда, потому что они за мной придут в любой дом, понимаете? Ну, придут и мученицей вы будете. Вы жития святых читали? Да, но они заданы не очень жестокие. Я боюсь, что это будет долго и жестоко. Они умеют увеличивать чувствительность тела. Они умеют увеличивать чувствительность тела еще ко всему. И пытки будут еще более жестокими, чем... Ну, это все ради Христа стоит претерпеть, если это было бы даже так, как вы говорите. И все. И быстро все закончится у вас. Сразу в Царствие Небесное попадете, если будете страдать за Христа. Что вы боитесь-то? Молитесь Богу и все. Если у вас действительно не заболевание, а просто бесовщина какая-то вокруг вас. Потому что все, что вы перечислили, это бесом вполне возможно делать. Ничего. Возможно, так же и нарушения у вас какие-то. И так, и так может быть. Но если вопросов нет, Игнать Тихоновичу ничего не хочет сказать вам, тогда можем расставаться, видимо. Игнать Тихоновичу. Игнать Тихоновичу. Игнать Тихоновичу. Игнать Тихоновичу. Остафьи Тихонович, вы хотели бы что-нибудь у меня спросить или что-нибудь мне сказать?